Наглеть. Часть здесь мои подписчики, часть людей меня не знают, поэтому представлюсь. Меня зовут Ирина Галеева, как вы могли уже прочитать. Я невролог-сомнолог, то есть специалист по сну. Работаю с пациентами, в том числе с нарушениями сна. И сегодня я поделюсь всякими лайфхаками, советами, которые я обычно даю своим пациентам. В случае, например, для тех людей, кто работает в ночные смены, для тех, кто недавно заполучил деток, или тех, кто считает себя совой или жаворонком, как можно с этим справиться. Еще какой-то есть второй раздел. Я забыла. Мы увидим по ходу, что это такое. Итак, поговорим о том, какой должен быть хороший сон. И начнем с интерактивщика. Решим, какой должен быть сон, по вашему мнению. Точнее, сколько вы спите вообще. Вот поднимите руку, кто спит 8 часов. Смотрите, спит в идеале. То есть если у вас есть возможность спать столько, сколько можно, сколько бы вы спали? Вот кому достаточно 8 часов для сна? Кому нужно 9 часов для сна? Поднимемляемость. Если у человека постоянные, точнее, быстрое засыпание бывает у людей, которые страдают апноэ сна. Апноэ сна – это заболевание, которое проявляется остановками дыхания во сне. Из-за таких остановок дыхания во сне люди страдают от дефицита кислорода. Часто пробуждается неосознанно по ночам, чтобы вздохнуть воздуха. Из-за этого испытывают постоянную сонливость и очень быстро засыпают. Далее. Частый вопрос от моих пациентов. Во сколько же нужно ложиться спать? И, к сожалению, тут жаворонки всех обыграли. Есть биологический фактор, который не зависит от нашего графика, но влияет на сон. Дело в том, что есть такой гормон стресса – кортизол. Независимо от нашего режима сна, он начинает повышаться под утро. Будет организм или снижает качество сна. Именно поэтому сон после определенного времени, например, после пяти утра, может быть не очень качественным. Поэтому если человек работает в ночную смену, однократно, точнее, у него была ночная смена, и он думает, как лучше поступить. Лечь ли спать сейчас, когда пришел с работы днем, или может быть дождаться вечера и лечь спать вечером. И будет правильный ответ – лечь спать вечером. Потому что если он ляжет спать днем или под утро, у него будет довольно высокий уровень кортизола. Из-за этого сон будет некачественный, и он проснется разбитым, даже если поспит достаточное количество времени. Поэтому стоит ложиться спать довольно рано. И жаворонки в этом плане находятся в выигрыше. Собственно говоря, все. Я пробежала по первому разделу, вышло довольно быстро. Поэтому дальше я буду рассказывать поподробнее. Потому что на каждой у меня запланировано примерно 20 минут. Наверное, вообще, мне было бы удобнее, если бы по каждому разделу задавали вопросы. Или так нельзя сделать? Удобнее будет, если все вопросы будут в конце. Просто зрителям придется запоминать, если у них были вопросы. Да, если у вас были вопросы, тогда вы можете их задавать потом. И как по времени тогда мне рассчитывать? Мне закончить в 20.15, чтобы у нас час длилась? Хоть полтора часа рассказывай, вообще без ограничений. Могу бесконечно, но постараюсь примерно в час уложиться, чтобы оправдать ваши ожидания. Теперь поговорим о том, как быстро заснуть и проснуться. Вот эта тема более интересная, чем просто рассказ о цифрах, как должно быть. Начнем с того, как быстро заснуть. По моим наблюдениям, чаще всего людям мешает заснуть. Во-первых, навязчивые тревожные мысли, а во-вторых, повышенная чувствительность к окружающим раздражителям. Навязчивые тревожные мысли по-психологически называются руминацией. Мысленная жвачка, которую человек повторяет снова и снова. Это могут быть какие-то тревожные мысли о предстоящем дне или тревожные мысли о прошедшем дне, о том, как надо было сказать, сделать и так далее. В общем, вариантов для этого очень много. Также может быть повышенная чувствительность к раздражителям, которые влияют на человека непосредственно в этот момент в спальне. Об этом я расскажу поподробнее чуть дальше. А сейчас мы поговорим о том, как можно справиться с руминациями, с навязчивыми мыслями. И расскажу о своих любимых техниках из психотерапии, точнее из разных направлений психотерапии. Во-первых, у нас есть такая терапия осознанности или mindfulness, которая любит опираться на всякие медиташки для того, чтобы справиться с любой вашей проблемой. И они предлагают следующие медитации. Во-первых, это наблюдение за дыханием. Человеку стоит обратить внимание, как он дышит. Не пытаться управлять своим дыханием, потому что осознанный контроль, и он может, наоборот, усилить волнение и раздражение. Наоборот, человеку стоит отпустить свое дыхание и просто наблюдать над тем, как поднимается его грудная клетка, как воздух проходит через его ноздри, как он входит холодным, а выходит теплым. И таким образом многим получается довольно быстро заснуть. Второй вариант медитации – это так называемый бодискан или сканирование тела. Человек начинает прислушиваться к ощущениям, которые идут от всех частей его тела. Начинает с кончиков пальцев, думает, как ощущается его мизинчик, как ощущается его стопа, нет ли тяжести, боли в ноге, чувствует ли конечность себя хорошо, как чувствуется давление этой конечности на поверхность кровати, ощущает ли человек текстуру, например, одеяла или простыни. Подобная медитация очень хорошая есть у Алисы. Если у кого-то есть такой ассистент, то можно попросить включить медитацию. Там очень приятный диктор и по-разумному составлена эта медитация. Так что, если кто пользуется, может попробовать ее. Также можно использовать визуализацию спокойного места. Это может быть абсолютно любое место, реальное, где вы когда-то бывали. Может быть, это дом вашей бабушки, например, или ваша собственная комната, такая идеальная и хорошая. Может быть, это какое-то вымышленное место, например, идеальный какой-то остров необитаемый. Или наоборот, вы хотите быть в компании какого-то человека, как будто бы вы засыпаете с кем-то близким. Многих людей это успокаивает, особенно когда он находится в непривычных обстоятельствах. Теперь поговорим про техники когнитивно-поведенческой терапии. Кратко она называется КПД. Сейчас я попью водички. Итак, вы уже, наверное, успели почитать, что есть несколько техник, которые используются в когнитивно-поведенческой терапии. Первую технику хорошо иллюстрирует вот этот мем с напряженным молодым человеком, поскольку называется эта техника прогрессивное мышечное расслабление по Якобсону или по Джекобсону. Эта методика заключается в том, что сначала человек должен очень сильно напрячься. И таким образом он расслабляет последовательно все мышцы лица и тела. Например, сначала он должен нахмурить лоб, потом расслабить мышцы лба, надуть щеки, оскалить зубы, потом их расслабить, сжать руки в кулаки, затем их расслабить. Так поочередно напрягать все мышцы тела. Это придет к тому, что он почувствует в теле необыкновенное расслабление. И это поможет ему заснуть. Также когнитивно-поведенческая терапия предлагает не только собственное поведение, но и когнитивные приемчики. Например, метод парадоксальной интенсии. То есть попробовать не заснуть. Прямо осознанно лечь, сказать, вот я возьму и не засну, а сейчас не буду спать. И это очень хорошо помогает бороться с тревожными мыслями, что типа вот, что будет, если не засну, ты такой, а я возьму и не засну. И все, из вредности. И как ни удивительно, многих людей это расслабляет. Они могут отпустить тревожные мысли по поводу засыпания, и они очень быстро засыпают благодаря этому методу. Также можно опровергать дисфункциональные мысли. Сейчас посмотрю, не вложила их. Нет, не вложила, но расскажу тогда на словах. Какие бывают дисфункциональные мысли, какие бывают дисфункциональные убеждения у людей, которые мешают им заснуть. Например, некоторые люди не могут заснуть перед работой и думают, катастрофа, я сейчас не высплюсь перед работой, и все, я поеду на машине, я разобьюсь, потому что я буду невнимательной, я допущу кучу ошибок, и из-за этих ошибок меня уволят, и эта тревога не дает ему заснуть. Тогда нужно просто логически сказать себе, ну стоп, уже бывало такое, что я спал 4 часа, в прошлой ночи было то же самое, но, тем не менее, я смог отлично справиться своими рабочими задачами, да, немножко я себя плохо чувствовал, но в целом как-то расходился, справился, и как-то это успокаивает. Или, например, у человека есть мысль, что, блин, может у меня какая-то серьезная болезнь, почему я не могу спать 8 часов? Но тогда ему поможет вот то, что я рассказала в самом начале лекции, то, что людям не требуется так уж много сна для того, чтобы нормально функционировать. Опять же, его может волновать, что он потеряет здоровье, если он не будет нормально высыпаться. Но ограничения во сне хоть вредны для здоровья в длительной перспективе, но если человек не выспится пару ночей, это ему существенно не помешает. Например, у нас же был довольно известный рекордсмен, который не спал 11 суток, это было полисомнографически зафиксировано, и ничего, парень отоспался и пошел в университет. То есть все у него было отлично, никакого необратимого вреда для здоровья не было, по-моему, он до сих пор жив, здоров и ни на что не жалуется. Поехали дальше. Есть у нас еще терапия принятия и ответственности, или акт. Это очень веселая терапия, очень веселые методики у нее, а именно методики отделения тревожных мыслей от себя. Две моих любимых методики – это радио плохих новостей и песня из плохих мыслей. Радио плохих новостей – это когда человек пытается свои тревожные мысли преподнести с юмором, как будто он рассказывает о своей жизни, как диктор на радио. Говорит такой «Эй, Иван не может сегодня заснуть, интересно, чем ему грозит это? Посмотрим, как справится он с своей работой». Попробовать представить себя диктором на радио плохих новостей. Аналогично с песнью из плохих мыслей. Петь я уж не буду, это будет звучать совсем ужасно, но вы представьте, как вы свои песни можете жалобным-жалобным голоском пропеть, и опять же станет просто смешно, насколько они нелогичны в принципе и насколько легко будет заснуть после того, как вы таким образом с ними поборетесь. Подобные методики есть в очень классной книге, которую написал Расс Хэрис, американский психолог, называется «Ловушка для счастья». Такое попсовое название, но на самом деле техники там очень-очень классные. Самый важный совет, который я могу дать как сомнолог, самый главный принцип, который должны использовать люди, у которых есть бессонница. Если не удается заснуть в течение 15 минут, то нужно встать с кровати и заняться спокойным делом вне нее. И вернуться в кровать после того, как почувствуете сонливость. Дело в том, что если человек лежит в постели длительное-длительное время, крутит свои тревожные мысли, то у него возникает ассоциация между постелью и невозможностью заснуть. Ему кажется, что постель – это не то место, где он будет кайфовать, валяться, расслабляться и спать, а место, где он будет мучиться. Поэтому, чтобы такой ассоциации не возникало, человеку стоит встать из постели и заняться спокойным делом вне нее. Какое может быть спокойное дело вне постели? Это могут быть разные способы, как человек может слить свое напряжение, избавиться от мыслей этих, и в целом, которое довольно скучное, нудное, и поможет человеку заснуть. Например, это может быть составление плана дня на завтра, если волнуют мысли о будущем дне. Это может быть выписывание всех дел, которые проходили в течение сегодняшнего дня. Это поможет вспомнить что-то, о чем человек забыл, что может его тревожить. Это может быть какая-то небольшая уборка. Не обязательно ставить стремянку, мыть потолки и так далее, это слишком может быть стимулирующе. Но, например, взять, разложить в какой-нибудь ящике какие-нибудь штучки, это может быть довольно успокаивающе. Это, естественно, может быть какое-то расслабляющее хобби, кто-то раскрашивает картины по номерам, не будем показывать пальцем, кто-то вышивает, кто-то вяжет. Короче, кто чем занимается. Не рекомендуется смотреть фильмы, заходить в соцсети, особенно в соцсети, потому что есть такая штука у соцсетей, называется дофаминная петля. То есть они созданы специально так, чтобы цеплять ваше внимание, чтобы стимулировать нервную систему. Поэтому лучше этого избегать. А вот учтение — это отличный вариант. Считается одним из самых расслабляющих занятий по данным многих исследований. Причем совсем не обязательно читать именно бумажную книгу или, например, книгу с электронными чернилами. Многие опасаются читать, например, с телефона, но на самом деле последнее было исследование, которое подтвердило, что синий цвет экрана, который многие опасаются, включают желтый специально фильтр или носит даже специальные очки, он не так сильно влияет на выработку мелатонина, как ожидалось. Поэтому можно не избегать специальный телефон. Больше имеет значение тот контент, который вы потребляете. То есть если это чтение с телефона, то вам будет довольно полезно это делать. Еще интересное очень наблюдение, которое я хочу сказать, это прослушивание подкастов. Об этом нет исследований сейчас, но, как показывает практика, многие мои пациенты используют этот метод, слушают подкасты перед сном. И поскольку я не смогла клинически выявить каких-то вредных эффектов от подкастов, люди говорят, мы отлично засыпаем, отлично себя чувствуем, но окей, пока нет исследований, пожалуйста, пользуйтесь этим методом. Единственное, наверное, что могу порекомендовать, если слушаете подкаст или музыку перед сном, то нужно ставить таймер, чтобы музыка не играла всю ночь и вас не будила каким-нибудь неожиданным громким треком. Пожалуй, все, что хотела сказать по этой теме. А, еще важный момент, что такое сонливость? Неудивительно, многие люди не понимают, что это такое. И бывали даже пациенты, которые говорили, а как я пойму, что я испытываю сонливость? Сонливость – это когда хочется спать. Какие должны быть ощущения в теле в этот момент? Глаза должны слепаться, закрываться. Человек начинает девать, что ему страшно даже вывихнуть челюсть. И очень ему хочется прилечь уже в постель и заснуть. Когда вот такие он наблюдает явления, то значит, он испытывает сонливость. И пришло время возвращаться в постельку. Теперь поговорим про повышенную чувствительность. Это мы называем сенситивной бессонницей. Это такой тип бессонницы, когда человек не может заснуть из-за того, что есть много раздражающих факторов вокруг него. Это какая-то складочка неприятная у него от простыни. Это какой-то мигающий прибор красной лампочкой. Это что-то там шуршит за стеной, капает кран, тикают часы. Короче, все мешает. Тут нужно оценить, во-первых, насколько она действительно выражена. То есть это реально сильно какой-то раздражитель. Светит прожектор в окно или соседи, например, шумят. Или это все-таки проблемы с перебужденной психикой. Потому что в норме уставший человек засыпает даже при значительном количестве раздражителей. Если он очень сильно заснул, он может вырубиться буквально в любом месте. Но если человек раздражает даже мигающая лампочка, то, возможно, здесь... Мигающая лампочка, я имею в виду, на электроприборе. Там светит какой-нибудь маленький светодиод, а человек прям бесится и хочется ему заклеить. Это уже говорит, что почему-то у него психика слишком сильно раздражена. Тогда, возможно, ему стоит обследоваться на наличие тревожного депрессивного расстройства, нет ли у него той или иной психологической проблемы, пройти шкалы тревоги Шихана, депрессии Бека и, возможно, использовать методики самоуспокоения, которые я рассказывала до этого. Но можно, если это действительно сильный раздражающий фактор, попробовать его уменьшить и обустроить свою спальню. Что касается шума, мы рекомендуем использовать беруша. Лор-врачи не советуют использовать восковые беруши, поскольку они могут слишком глубоко войти в слуховой проход и придется этот воск доставать при помощи специалиста, лор-врача. Также не рекомендуется использовать силиконовые беруши, потому что они имеют такую жидкую сердцевинку, к сожалению, могут лопнуть и тоже затечь в ухо. Причем известны даже случаи, когда людям требовались довольно серьезные операции, чтобы от этого силикона в ухе избавиться. Поэтому лучше использовать самые обычные беруши из такого полипропилена, не знаю, вы представляете, мягкий, как губочка, материал. Либо можно сделать даже такой вип-вариант. Это анатомические беруши, которые изготавливаются по вашему индивидуальному слепку, заливаются в уши что-то типа силиконового герметика, который в ухе застывает, и потом вам делают вот такие симпатичные берушки. Также можно обеспечить темноту в комнате. Чтобы вас, например, не будил очень рано свет утром, или может быть у вас какая-то витрина яркая светит в окна, тогда можно использовать либо шторы blackout, либо маски для сна. Маски для сна бывают очень функциональные, они могут даже закрывать уши, то есть играть сразу роль не только маски, собственно говоря, но и беруши. Но я чисто практически обычно рекомендую шторы blackout. У них есть преимущества. Вы, например, можете увидеть световой будильник, о котором мы поговорим дальше. С другой стороны, у масок тоже есть преимущество. Она всегда с вами. Вы можете взять ее в путешествие. Кроме того, маски – это, как правило, более дешевый вариант, чем шторы blackout. Дальше. Моя любимая. Скажу как человек, у которого шесть подушек. Нужно больше подушек, богу подушек. Объясню, зачем это нужно. Чуть у меня тут дальше. Дело в том, что нам всем нужна комфортная поза для сна. И часто, используя один матрас, мы не можем эту комфортную позу принять. Тяжело расслабить руку, тяжело расслабить ногу, если вы не подложите подушку под ногу, под руку, под спину. Поэтому стоит использовать подушки для того, чтобы принять максимально удобную позу. Если дома есть какие-нибудь лишние подушки вдруг, то попробуйте. Очень рекомендую подложить их под какую-то часть тела, которой нужна поддержка, и ощутить больше комфорт. Вообще, лучшая поза для сна – это так, в которой вам удобно. То есть нет какой-то позы, которую настойчиво рекомендовали врачи. Если вам в какой-то позе комфортно, вы просыпаетесь без боли, без онемения, без других типов дискомфорта, значит, эта поза ваша. Можно ее использовать. И несколько подушечных лайфхаков, что можно дополнительно использовать для того, чтобы сделать сон комфортней. Во-первых, это подушка специальная для беременных. Она обеспечивает классную поддержку людям, которые любят спать на боку. Чтобы не было большого количества подушек, можно ограничиться вот такой подушкой для беременных. Многие женщины, которые ее приобрели во время беременности, используют также ее и после того, как были роды. Также есть такое интересное явление, как бамбуковая жена. Такие подушки не видела в продаже в России, но просто вот такой вам интересный факт. В восточных странах используют такую плетеную подушку, которая внутри пустая, и у нее есть отверстие, через которое циркулирует воздух. Это позволяет очень комфортно себя чувствовать в жаркие ночи, потому что вас постоянно обдувает ветерок. Но, в принципе, у нас есть аналоги, такие так называемые холодные прохладные подушки, которые наполнены каким-то технологическим материалом, которые постоянно сохраняют прохладную температуру, и на ней очень комфортно спать летом. Но в целом вообще температурный режим очень важен, поэтому если есть возможность, классно ставить кондиционер, чтобы летом охлаждать свою спальню. Важно спальню проветривать перед сном. Важно пользоваться увлажнителем, потому что это увлажняет слизистые и позволяет более комфортно спать. Теперь поговорим про одеяло. Ну, собственно, про одеяло особо нечего добавить. Они, опять же, должны быть такими, чтобы вам было комфортно. Кто-то любит полегче, кто-то потяжелее, кто-то вообще хочет без одеяла спать. Но конкретно я хочу поговорить про утяжеленное одеяло. Наверное, многие видели подобную рекламу в интернете. Типа купите утяжеленное одеяло, оно вас придавит, как будто вас кто-то обнимает, и вы будете классно, комфортно спать. Действительно, есть исследования, которые показали, что некоторым людям вроде бы как чуть-чуть комфортнее спать с одеялом. Но это были не очень качественные исследования, ну, такие маркетинговые. Поэтому говорить о том, что это действительно эффективно, нельзя. Если есть такое одеяло, под ним комфортно спать, спите на здоровье. Но хотела бы предупредить, как доктор, что если использует одеяло человек, который не может из-под него самостоятельно выбраться, это, как правило, дети или это пожилые люди, у которых есть проблемы с дыханием, например, такое одеяло может усугубить их проблемы и даже их погубить. Поэтому лучше такое одеяло у подобных категорий людей не использовать. И еще хочу поговорить о том, что некоторые люди жалуются на то, что им не хватает сна, или они с трудом просыпаются, или они чувствуют себя разбитыми, или не слышат будильник. Таких людей мне всегда хочется спросить, достаточно ли они спят. Это очень важный вопрос, потому что некоторые люди считают, что могут выспаться, например, за 6 часов, хотя это объективно недостаточно. И нет ничего удивительного, что такие люди не слышат будильники или с трудом функционируют днем. Поэтому после вопроса, точно ли они достаточно спят, и люди, когда они подтверждают, что достаточно спят, начинаю уточнять, что они имеют в виду под тем, что им трудно проснуться. Некоторые люди говорят, что они просто не слышат будильника, постоянно его выключают из той категории, в которой ставят 100-500 будильников, чтобы не проспать работу. А другие люди просто не чувствуют себя бодро по утрам и ищут способ, как можно чувствовать себя утром бодрее. Для тех людей, которые не слышат будильники, я могу порекомендовать несколько решений. Во-первых, использовать световой будильник. Это такой будильник, который постепенно разгорается, включаясь максимально ярко к времени в вашем пробуждении. Это помогает вам проще проснуться, как будто бы у вас рассвет в комнате. Иногда вы просыпаетесь даже до будильника. Очень комфортно и очень приятно. Также можно попробовать адский будильник. Не обязательно такой приборчик на колесиках покупать. Можно использовать просто приложение. Их довольно много существует. Возможно, те, кому трудно просыпаться, уже такие использовали. Обычно там различные математические задачки или задание пройти определенное расстояние. После того, как вы проснулись, он посчитает шаги, и вы проснетесь, соответственно. И тогда он только выключится. Либо он просит вас еще какую-то функцию выполнить. Я пробовала, тестировала такие будильники. Это на самом деле очень тяжело. Когда ты не проснулся, даже элементарная задача очень тяжелая оказывается. Будильник ужасно бесит своими навязчивыми звонками. И ты уже чисто от злости и раздражения просыпаешься. Это работает. Но другой вопрос, насколько это комфортно. Поэтому я за световой будильник. Он у меня тоже есть. И это очень классная штука. Как раз вот такой от Филлипса. Но другие аналоги, они ничем не отличаются. Так что выбирайте по дизайну, какой вам больше нравится. Кстати, интересный факт про световой будильник. Существует такое довольно распространенное расстройство. Называется сезонное эффективное расстройство. Оно проявляется в том, что людям некоторым в темное время года, зимой, осенью, когда короче с тобой день, бывает тяжело функционировать. У них плохое настроение. И такие люди обычно получают светотерапию, так называемую. Это когда берется мощная лампа на 10 тысяч люкс, и человек перед ней полчасика сидит. Но недавно появилось классное исследование свеженькое, которое показало, что совсем не обязательно покупать дорогущую лампу на 10 тысяч люкс, а можно использовать световой будильник. И он по эффективности дает не худшие результаты, чем лампа для светотерапии. Так что вот такой лайфхак для тех, кто плохо просыпается и вообще плохо себя чувствует в осеннее-зимнее время. Теперь поговорим о том, что делать, если не чувствуете бодрость. Я пока в водичке, а вы пока посмотрите на эту схему, подумайте, почему бы было. Итак, как сомнолог. Мне всегда очень интересно рассказывать про то, как вообще у нас все работает в головном мозге. Но я постараюсь рассказать очень-очень-очень простенько, кратенько, как можно воздействовать на наш мозг, чтобы быстрее проснуться. Тут все довольно логично. Чтобы проснуться, можно активировать центры бодрствования или добавить каких-нибудь химий, неромедиаторов и так далее. Какие у нас есть центры бодрствования? Основные — это ретикулярная формация и голубое пятно. Ретикулярная формация — это такой спрут, который у нас по всему головному мозгу расходится, подает сигналы, чтобы мозг как-то функционировал, не засыпал. И эта ретикулярная формация очень чувствительна к раздражителям. Поэтому можно добавить различных раздражителей. Изначально она была заложена природой, чтобы мы легко просыпались, если какой-то шум, звук, чтобы мы вовремя проснулись, если к нам крадется какой-нибудь тигр. Соответственно, если нам хочется эту ретикулярную формацию простимулировать, мы можем использовать раздражители любых направлений. Можем включить яркий свет, просто зажечь все светильники, которые у нас есть. Можем использовать громкий звук, включить музыку любимую. Можно подвигаться, физическая активность нам тоже помогает. Можно что-нибудь такое вкусненькое съесть, чтобы простимулировать вкусовые сосочки. Ну, короче, на что хватит фантазии. Хоть аромалампы включайте с бодрящим ароматом, это все поможет ретикулярной формации проснуться. Также у нас есть голубое пятно, такое реально голубое пятнышко в нашем головном мозге, и оно реагирует на стресс. Тут, конечно, я не буду рекомендовать специально стресс испытывать, но теоретически мы можем как-то стимулировать стрессовую ситуацию, чтобы лучше проснуться. Возможно, для кого-то стресс, например, сходить в тренажерный зал с утра, почему нет? И многие после этого испытывают прилив сил. Конечно, трудно сказать, с чем-то связано, может, что-то ретикулярная формация включилась, но тем не менее это работает, и это можно попробовать. Также можно добавить химии, которая стимулирует наш головной мозг. Это кофеин и глюкоза. То есть завтрак с напитком кофеиносодержащим, это может быть чай, кофе, какие-нибудь экзотические чаи типа матча, может быть кока-кола даже теоретически, хотя не знаю, насколько это подходит для традиционного завтрака. Это может быть что-то сладкое на завтрак, но не обязательно. Это может быть и каша, например, потому что медленные углеводы тоже превращаются в глюкозу. Интересную такую штучку недавно узнала от биохакеров. Оказывается, они рекомендуют какой-то кофе, который добавляет масло и называет его «забыла уже как». Это довольно известная методика. Но пока подтверждение тому, что это работает, нет. Кофе действительно может сработать для того, чтобы проснуться, но масла нет. Предупреждение по поводу кофеина. Если вы сильно не выспались и используете кофе, это может быть опасно. Дело в том, что кофе работает как? Как работает кофеин? Он блокирует рецепторы усталости, чтобы к ним не прилипала, грубо говоря, молекула усталости. Но в какой-то момент кофеин просто отваливается от этих рецепторов, и накопившиеся молекулы усталости с тройной силой нападают на эти несчастные рецепторы. И человек чувствует мегаусталость. И может даже заснуть. Поэтому если вы не выспались, выпьете кофе, через некоторое время у вас будет парадоксальный эффект, вы просто можете заснуть. И если это не очень опасно, например, для офисного работника, то это может быть критически опасно для человека за рулем. Поэтому за рулем кофе лучше не пить. Если чувствуете усталость, то стоит остановиться и поспать хотя бы 20 минут. И вот, кстати, тогда можно использовать такой кофе-неп. Это называется, когда человек упивает кофе, ложится спать 20 минут. И когда он просыпается, у него двойной прилив бодрости, потому что у него и рецепторы усталости очистились, и еще и кофе к ним прилип. И то есть человек вообще просто очень энергичный. Вот этот способ действительно хорошо работает. Его можно использовать в середине дня, чтобы вернуться к трудоспособному состоянию. Время. Отлично. Вот сейчас мы вошли в мой тайминг. И сейчас поговорим про тяжелые случаи, про то, как жить совам, жаворонкам, мамам и папам, и людям, которые работают по ночам, дежурят или работают посменно. Существуют ли вообще хронотипы? Вот буквально недавно считалось, что хронотипы – это хрень какая-то, как какие-нибудь гороскопы, знаки зодиака. Ну что, сова, жаворонки, вы что, серьезно? Это просто люди сами придумали. Но не так давно, в 2017 году, Джеффри Холл, Майкл Росбаш и Майкл Янг нашли гены, которые играют роль биологических часов. То есть реально мы, оказывается, можем быть совами или жаворонками. А теперь давайте посмотрим, кто из вас сова, а кто жаворонок. Поднимите руку, кто считает себя жаворонком. А кто считает себя собами? А есть люди, которые считают себя так называемыми голубями, которые могут легко подстроиться под тот или иной хронотип. Их поменьше. То есть сов больше всего у нас получается. Действительно, когда я проходила учебу по сомнологии, многие студенты так и голосовали, они были совами. Потом нам давали специальный опросник для определения хронотипу, который создали Джеймс Хорн и Олаф Остберг. И этот опросник содержит в себе множество опросов, которые спрашивают, когда вам комфортнее тренироваться, в какое время вы пришли вставать, если бы вы имели свободный график и так далее. И когда мы заполнили этот бесконечно длинный опросник, оказалось, что почти никто не принадлежит к определенному хронотипу. Оказывается, что большинство людей, они вот те самые пресловутые голуби, которые могут подстроиться под любой режим. А те, кто считает себя совами, это, как правило, вообще молодые люди. Потому что в молодости так устроен режим почему-то сна. Биологические причины, насколько мне известны, до сих пор не найдены для того, почему именно молодые люди, молодежь, подростки и люди до 30 лет часто бодрствуют в ночное время. Наш профессор такую интересную теорию давал, что это для того, чтобы были возможны как раз межполовые взаимодействия у молодого поколения. Но это пока неизвестно. А пожилые люди, наоборот, больше в сторону жаворонков уходят, потому что у них снижается выработка мелатонина. И они раньше пробуждаются, и, соответственно, раньше приходится засыпать. Но в целом чистых жаворонков и чистых сов довольно мало. Но все-таки поговорим, что делать с людям, которые хотят повлиять как-то на свой хронотип. Во-первых, есть такие патологические совы. У этих людей есть диагноз, они не лентяи, у них синдром задержки фазы сна. И у этого заболевания есть свои определенные критерии. Во-первых, засыпание наступает позже, чем хотелось бы. Обычно человек с таким расстройством засыпает на 3-4 часа позже желаемого. То есть если человек, прочитав про то, что кортизол вырабатывается, начинает снижаться его выработка в 11 часов вечера, а поднимается в 5 утра, и он хочет ложиться в 11, а у него получается заснуть только в 3-4 часа ночи. Засыпание при этом у человека наступает в одно и то же время. То есть ему примерно комфортно засыпать в 2-3-4 часа ночи. При этом у него нет трудности с поддержанием сна. Уж если он заснул, то он уже не будет просыпаться, не будет у него сложности с повторным засыпанием, спит и спит спокойно. Также человеку этому исключительно трудно проснуться утром в желаемое время. И достаточно трудно или абсолютно невозможно сдвинуть фазу сна на более раннее время. Но мы, сомнологи, все-таки пытаемся таких людей исправить, если есть сильный запрос. И мы используем все те же наши биологические приемчики. Во-первых, начинаем с того, что предлагаем установить строгий режим сна, даже в выходные вставать рано, чтобы не терять все достижения, которые получили в течение недели. Во-вторых, назначаем мелатонин 3 мг за 1 час до желаемого времени сна. То есть если человек хочет заснуть в 11, то назначаем мелатонин 22 часа. Также используем фототерапию. Мы про эти лампы уже немножко поговорили, теперь вы можете посмотреть, как они выглядят. Специальные лампы имитируют дневной свет и используют, чтобы засветить пациента рано утром. Таким образом воздействуют на светочувствительные клетки, и мозгу подается сигнал, что все, пора просыпаться, нужно снижать выработку мелатонина. Также есть интересный метод, который называется… Забыла как? Ладно. Но принципы его… Не, наверное, у меня где-то есть. Вот, хронотерапия. Хронотерапия представляет из себя сдвиг фазы сна. Многие люди, которые совы, они сами этот метод самостоятельно изобрели. То есть ученые здесь не первые, многие до этого доходят своим умом. То есть берется время сна и сдвигается на 3 часа на протяжении примерно недели. То есть сначала, если человек засыпает в 3, то на следующей ночи он засыпает в 6 утра, потом он засыпает во сколько там? В 12 утра получается. Нет, в 9. Потом в 12, потом в 15 и так далее. То есть проходит полный цикл, и в какой-то момент он оказывается засыпает в вечернее время, как и хотелось. Вот такой вариант. Но, как вы понимаете, это требует огромных волевых усилий. Нужно быть очень старательным человеком, чтобы соблюдать режим сна в свои выходные, чтобы пройти вот эту хронотерапию, чтобы купить лампу, пить молотонин. Нужно ли это большинству людей? Скорее всего, нет. Большинство сов адаптировались уже к своим особенностям. Если это действительно жесткая какая-то сова, которая не может раньше 4 утра заснуть и проснуться раньше 12, то, как правило, эти люди находят в себе график сна, в котором они нормально функционируют, находят работу с таким графиком, который им подходит. Например, очень многие айтишники работают именно в таком режиме. Теперь поговорим про жаворонка. Казалось бы, жаворонка бы так классно, проснулся, и все заточено под тебя, всякие организации рано с утра работают, там, я не знаю, ты в качалку идешь, а там этих сов нету, и так далее, и так далее. Но на самом деле мы считаем жаворонками тех людей, которые засыпают не позже 21 часа, а пробуждаются не позже 5 утра. И вот подумайте, насколько неудобно быть таким жаворонком. То есть ты проснулся в 5 утра, все еще спят, все закрыто. Что тебе делать? Непонятно. Или, например, тусовка в разгаре, а ты такое же все надеваешь колпак для сна, говоришь, все, ребят, пока, я ушел. Довольно печальная ситуация. Поэтому таких жаворонков мы, опять же, засвечиваем, используем свет вечером, чтобы они подольше сохраняли бодрость. Благодаря этому они помогают, они могут заснуть в 12 часов ночи, может быть, чуть пораньше, но более приемлемо для их социальной жизни. Теперь мы говорим про ночные смены. Ночные смены, которые по статистике есть у 20% людей. На самом деле это очень распространенное явление. И эти ночные смены очень вредны для здоровья. Есть много данных об этом, но вот один я здесь привела. Например, медсестры на 20% чаще болеют раком молочной железы, чем женщины с дневным графиком. И еще я здесь не отметила, но у таких медсестер в два раза выше риск травматизации. То есть они, например, могут уколоться инфицированной углой, в отличие от медсестер, которые работают днем. Поэтому можно использовать некоторые приемчики, которые помогут легче перенести ночные смены. Во-первых, не стоит менять смены. Если вы уже выбрали себе путь ночного дозора, то все, вы работаете по ночам. Днем пусть ваш организм считает, что ему нужно спать и знает, что он точно днем отдохнет. По ночам нужно включить яркий свет, то есть имитировать день. А днем, соответственно, затемняться, использовать темные очки солнечные, использовать шторы blackout. Можно использовать дополнительно мелатонин для лучшего засыпания в свободный день. Немножко эти рекомендации, кстати, похожи на рекомендации при джетлаге. Это когда у человека из-за перелета в другой часовой пояс сбиваются циркадные ритмы. В таком случае мы тоже используем светотерапию, то есть предлагаем в то время, когда у человека была ночь или будет ночь, в том часовом поясе, куда он полетит, используют затемнение, наоборот, в темное время свет. Если человек прилетел только куда-то на отдых, в отпуске, то ему стоит гулять побольше, чтобы привыкнуть к свету и к режиму в новом месте. И опять же можно использовать мелатонин. То есть мелатонин, он довольно слабый препарат для того, чтобы лечить, например, бессонницу. И мы его используем только в таких лайтовых случаях, когда немножко нужно подкорректировать ритм суточный, а также в тех случаях, когда недостаточно выработки мелатонина. Обычно у людей после 55 лет, когда выработка мелатонина естественным образом снижается. Также хочу рассказать про то, как выспаться родителю с ребенком. Здесь, к сожалению, каких-то магических способов нет. Многие, опять же, до таких решений доходят собственным умом. Если человек имеет возможность поспать вместе с ребенком, то лучше ложиться спать вместе с ребенком, чтобы набрать то количество сна, которое ему не хватило во время бессонной ночи. Если есть возможность, то нужно попросить родственников или, может быть, даже нанять специальную няню, которая будет сидеть с ребенком ночью. А если кажется, что у ребенка есть проблемы со сном, но не спит бэйбик, положено 10-12 часов, или сколько ему положено по той шкале, которую я показывала, то, возможно, он чем-то болеет. Почему он не спит положенное время? Тогда нужно показать его специалисту по детскому сну. Ну и, собственно, все. Спасибо за внимание. Ровно час, ребята. Давайте подумаем теперь над вопросами, тем более, что за них вы получите подарки. Поднимайте руку, я к вам подойду. Я хочу спросить, вредно ли спать днем? Допустим, после учебы, когда ты не доспал, не выспался, лечь днем доспать. Вообще, в целом, вот такой дневной сон, он скорее полезен. Многие ученые рекомендуют 20 минут поспать. Обычно время действительно не больше 20-30 минут. Чтобы, помните, я говорила, очистить вот эти рецепторы усталости, можно еще кофе предварительно выпить, это может помочь. Единственное, кому мы не рекомендуем такой дневной сон, это люди, у которых есть бессонница. Потому что, если они получат вот этот избыток сна, то они потом могут плохо засыпать ночью. И еще, если это речь именно о коротком сне, то если несколько часов, это может быть не очень круто, потому что сон будет непродуктивный. Возможно, помните график выработки кортизола, вы ляжете спать, а сон будет такой себе. Вот проснетесь, как котеночек, злой, голодный и вспотевший. Возможно, видели такой мем, где такой пушистый котеночек. Нет, не стоит так. Лучше потерпеть до вечера, лечь пораньше, и в следующий день уже будет более эффективный. Волма. Я хочу узнать, насколько вредно пить мелатонин. То есть, если ты, допустим, каждый день пьешь мелатонин, чтобы уснуть, не возникает ли привыкания, из-за чего потом организму будет просто тяжело самостоятельно вырабатывать мелатонин? Нет, данных об этом нет. Мелатонин считается вообще супербезопасным препаратом. Есть данные о том, что человек выпил 300 таблеток мелатонина. Уж не знаю, зачем он это сделал. Надеюсь, это не была попытка покинуть этот мир. Но ничем плохим это для него вообще не закончилось, ничего плохого не произошло. Мелатонин считается безопасным для пожилых, для детей, поэтому используют и в педиатрии, и в геронтологии, чтобы наладить режим сна. Поэтому, скорее всего, это безопасно, никакого привыкания быть не должно. Если у человека есть какая-то такая мысль, что он без молатонина не может заснуть, и он действительно не может заснуть, возможно, здесь из области психологии, потому что часто психологи говорят, что людям с бессонницей или людям, например, с тревогой лучше не использовать успокоительное или снотворное средство, потому что возникает даже не сколько физическая, сколько психологическая зависимость. И, скорее всего, с молатонином именно так, если такой случай наблюдаем. Я хотела спросить очень странный вопрос. Это было еще пару лет назад. У меня был такой странный период жизни, когда я сказала маме, мама, мне так нравится ночь, она, по-моему, красивее дня. Вот если я подрасту и когда уйду из школы, вообще вот этого колледжа, то можно я буду спать днем, а ночью не спать, потому что ночь красивая и смотреть, как все в ней выглядит. Но мне сказали, мама, лучше не надо, это опасно, может быть и вредно, и тем более сейчас только это не делай. Ну, в общем, можно ли вообще хотя бы, можно ли недолгое время в своей жизни, не знаю, месяц попробовать пожить в таком режиме, а потом все-таки выйти из него? А то там сказано, если стали с собой, оставайтесь ей, а то все будет плохо. А я тут подумала, можно ли все-таки какой-то период в жизни, а не на всю жизнь, побыть с собой, а потом перестать? Ну, теоретически, небольшой промежуток такого сна не должен как-то повлиять. Смотрите, вот то, что я сказала, это скорее для длительного периода, для людей, которым вынуждены в ночные смены работать. А то это вот как раз про то, чтобы попробовать месяц так пожить, почувствовать, каково быть с собой. Месяц, скорее всего, не повредит, и в целом большинство людей вот прям суперсовой не хотят быть по собственному желанию, как правило, потому что это очень сильно мешает социальному взаимодействию. То есть в какой-то момент вы поймете просто, что, например, все ваши друзья гуляли, куда-то ходили, а вы не ходили, потому что вы спали. Ну, то есть это не прикольно, и вот поэтому совы хотят исправиться и начать уже в день бодрствовать. Но если есть такой интерес поэкспериментировать со сном, в принципе, обычно сомнологи говорят, но окей, если вы себя хорошо чувствуете так, то некоторое время можно поэкспериментировать. Потому что довольно много людей, которые хотят попробовать какой-то интересный режим сна. Например, у нас есть режимы сна, когда человек спит, полифазный сон так называемый, когда человек спит два часа, потом он четыре часа бодрствует, потом он спит полчаса. Там различные схемы есть, как это можно использовать. Якобы у него так удлиняется количество его бодрствования. Или, например, есть осознанные сны, когда человек вообще вместо того, чтобы спать, занимается какой-то необычной активностью. Мы еще до конца не знаем, что это такое, но тем не менее, пока вредных эффектов на здоровье не выявлено. Поэтому, наверное, краткосрочные эксперименты со сном не должны как-то навредить. когда человек не спит, а во сне может управлять своими сновидениями. Например, конструируется реальность а-ля как у Нолана. Я скажу так, что если даже год в армии, например, вставать в 6 утра, то вы привыкаете, а потом, когда вы уходите, все снова наложивается. Я бы хотела сразу три вопроса задать. Вообще это возможно. Это вообще легально? Да-да-да. Хорошо. Первый вопрос. Получается, по поводу уменьшения потребности во сне с возрастом, то есть малыши условно кучу времени спят, и, соответственно, пожилые уже требуются меньшее количество времени. Это только связано с выработкой мелатонина, что он снижается, или это какие-то еще другие биологические причины имеют, не знаю, условно, дозревание мозга или еще чего-нибудь. Я, честно говоря, не знаю всех факторов, которые на это влияют. Это связано, в первую очередь, с тем, что организм ребенка продолжает формироваться. Это довольно энергозатратный процесс. Мозг, опять же, вы верно сказали, созревает. На все это требуется много энергии, которая восполняется во сне. Хорошо, спасибо. Еще у меня такой вопрос по поводу фаз. У нас есть фазы рэм, быстро волновая, медленно волновая. Я слышала такую штуку, что в зависимости от того, я не знаю, правда ли это, как раз хотел вас спросить, в зависимости от того, в какую фазу ты проснешься, будешь ли ты чувствовать себя более бодрым или менее бодрым, соответственно, как вычислить продолжительность этой фазы, чтобы так немножко облегчить себе жизнь и вставать в нужную фазу и уже себя хорошо чувствовать. Вообще фаза сна действительно существует, и есть такое убеждение, что в быструю фазу сна проще пробуждаться. Насколько я знаю, никаких исследований, которые бы это подтверждали, таких серьезных нет. В основном люди опираются на собственный опыт. Считается, что вообще фаза сна длится примерно полтора часа, может колебаться индивидуально, и поэтому некоторые люди ставят себе будильник, чтобы была кратность времени, которые не спят, полутора часа, например, шесть, семь с половиной, девять часов. Но отчасти это обосновано, потому что действительно фазы примерно столько длятся, но мы не можем точно без полисомнографического исследования понять, сколько длится у этого человека фаза сна, и не можем точно сказать, сколько она длится, именно в этот период. Некоторые люди используют часы специальные умные для этого, но, к сожалению, у них очень большая погрешность, и на кафедре медицины сна, где я училась, там проводили даже исследования, сравнивали, как вот эти фитнес-трекеры показывают фазу сна, к сожалению, они безбожно врут, поэтому не стоит переживать, если вы просыпаетесь не в ту фазу, или если вам фитнес-часы пишут. Просто, чтобы себя облегчить жизнь. Здесь самая лучшая рекомендация вставать в одно и то же время, спать в достаточное время, которое вам достаточно для сна, и вы себя будете хорошо чувствовать. Вот и все, ориентироваться на самочувствие, на свои потребности. Большой и третий вопрос. Можно еще? Повысить свои шансы на выигрыш, так сказать. Ну, в общем, по поводу будильника, по поводу будильника и по поводу музыки и тембра, которая выбирается на мелодии, которая тебя пробуждает. Ну, то есть я думаю, что это тоже, наверное, как-то влияет, да, условно, чтобы там задать себе настроение на день или еще как-то. Есть ли вот по поводу этого какие-то исследования, о которых вы, возможно, слышали? Я слышала, но не ручаясь за доказательность этого исследования, что якобы звуки природы, они считаются более комфортными. Но, возможно, это был просто типа анкетного метода, когда люди спрашивали, как вам лучше просыпаться. Поэтому я предлагаю, опять же, на собственное ощущение ориентироваться. Если вам комфортно просыпаться. Послепкнуть. Да, то можно под него. А кому-то нравится, наоборот, подпение птиц, чтобы он просыпался, как будто в райском уголке, а не сразу в эту жизнь с головы нырять. Хорошо, спасибо вам большое. Пожалуйста. Я хотела бы уточнить такой момент. Смотрите, всем известно, что сон — это полезно, и он длится достаточно большую часть нашей жизни, то есть треть жизни мы спим. Насколько в будущем в науке возможно хакнуть наш мозг, хакнуть наш организм, чтобы сократить время на сон, чтобы без вреда для организма. Например, в офисе Яндекса я видела какая-то там была капсула для сна, которая заменяет 20 минут сна, заменяет полноценный четырехчасовой сон. Вот насколько это, в принципе, возможно в будущем, чтобы мы спали меньше без вреда для организма? Ну, немножко это звучит как шарлатанство, я почитаю про это, но не может 20 минут сна заменить четыре часа сна, иначе это было бы слишком круто. Не слышала таких исследований. Люди сейчас играются со светом в основном, чтобы лучше себя чувствовать во время дня, бодрее, больше устать и легче было заснуть. Например, используют такие киберпанковские абсолютно очки, которые зеленым светом светят тебе в глаза. Даже не знаю, насколько они безопасны с точки зрения офтальмологии, но действительно это помогает им как-то супер-пупер быть эффективными днем. Также мы говорили про полифазный сон, это тоже некоторые люди используют, но это очень тяжело, это социально неудобно, пока все так не спят. То есть теоретически можно было бы всем сделать какой-нибудь полифазный сон. То есть у нас, чтобы была такая сиеста по два часа каждые шесть часов, чтобы мы тратили время на сон меньше. Но вряд ли нам это будет нужно, потому что, да, конечно, мы много времени проводим во сне, и жалко терять часть своей жизни во сне. С другой стороны, сейчас идет тренд такой на уменьшение количества работы. В принципе, чтобы люди поменьше работали по всему миру, чтобы было четыре рабочих дня в неделю, чтобы рабочий день длился шесть часов и так далее, и так далее. То есть вообще-то мир стремится к тому, чтобы поменьше всего делать и побольше отдыхать, в том числе и спать. Потому что это в каком-то плане тоже жизнь, тоже удовольствие, и многие в этом находят свой кайф. Мне кажется, вот эта капсула не то, что может быть шарлатанство стопроцентная. Другой вопрос, что я сам читал очень много различных статей, там на M+, на других источниках, в которых указывалось, что дневной сон значительно снижает риски инсультов, инфарктов, от всего подобного. Да, о чем говорила, что это полезно. Действительно, ученые рекомендуют, если нет бессонницы, можно использовать. Но это не прям четыре часа сна. Иначе можно было два раза в эту капсулу зайти, и все, норму набрало. Все, можно работать всю ночь. Вопрос из трансляции. Возможно ли наладить режим так, чтобы просыпаться без будильника? Спрашивает Елена Погорелова. Да, можно, безусловно. Если человек постоянно встает в одно и то же время, у него нет каких-то генетических особенностей, которые делают его строго совой, он может начать просыпаться по будильнику. Без будильника, господи, извините. У меня личный опыт, как я уже про армию упоминал, и это было очень давно в моей жизни, по мне, может, даже не скажешь. Это когда в каждый день ты встаешь в 6 утра на протяжении года, уже буквально через месяц, ты буквально за минуту до подъема, там в 5.59 ты просыпаешься. Просто вот тебе никакие будильники, вообще ничего не нужно. Ты просто просыпаешься каждый день, что очень сильно облегчает жизнь. Второй вопрос. Мария Ермолин спрашивает. Врачи говорят, что спать на животе нельзя, так как одна часть шеи постоянно находится в напряжении, а другая нет. А спать на животе удобно. Стоит ли обращать внимание на это или спать так, как мне удобнее? То есть врачи запретили спать на животе, потому что это напрягает шею. Для шеи. А человек говорит, что ему удобно. Тут какой-то парадокс немножко. То есть если человеку удобно, значит, у него после этого ничего не болит. Почему тогда врачи запрещают? Нет, можно спать как угодно. То есть я как невролог, который еще и на всяких болях в шее, в спине специализируется, могу сказать, что поза для сна не имеет такого существенного значения. Для боли в спине, боли в шее. Поэтому можно спать как угодно. А если возникает боль в спине после сна, мои подписчики знают, недавно я выложила Рилс на эту тему, это может быть признаком заболевания, болезни Бехтерева. Поэтому стоит разобраться с этой жалобой более подробно. Кстати, по поводу сна, удобства и так далее. Очень, я думаю, многим знакома такая проблема про различные подушки. Ты упоминал вот там подушки некоторые? Вот есть, ну, некоторым неудобно спать на мягких, которые вот просто ты в них проваливаешься. Другие спят на жестких, вот и всяких там круп, гречи и прочего. То есть как ты с этой точки зрения прокомментируешь? То есть нужно ли, правда, каждому искать свою подушку под комфорт? Или все это, так скажем, полная фигня и лабуда? Ну, это стоит искать под комфорт, безусловно. То есть человеку, каждому комфортно спать на какой-то подушке. Поэтому если вы нашли свою идеальную подушку, не расставайте с ней, покупайте такие же. Единственное, тут нюанс, наверное, по поводу, во-первых, стоимости этих подушек. Иногда она бывает чрезмерно завышена, потому что им приписывают какие-то там чудо-свойства. Например, там есть всякие бьюти-подушки, от которых у вас не будет морщин на лице. Ну, что только не изобретут. И при этом они за них большую сумму денег просят. Ну, возможно, это не обосновано. И еще один момент, что не все подушки можно правильно обработать с точки зрения гигиены. Например, ту же подушку из гречихи, ее, наверное, нельзя стирать, например, при высокой температуре. Вообще-то все подушки желательно стирать при высокой температуре градусов 60, что там подохли всякие клещи пылевые, которые вообще-то могут вызывать аллергию. Так что подушка либо должна быть синтетическая, которую можно стирать, либо пуховую подушку надо отдавать в химчистку, чтобы ее обрабатывали. Так, я извиняюсь перед вами, потому что еще вопросы отсюда пока позадаю. Безопасно ли практиковать полифазный сон? Вот, мы об этом говорили. Пока недостаточно данных, чтобы об этом говорить. Безопасно ли это или нет? И последний пока что вопрос. Важно ли каждую ночь спать одинаковое время или достаточно среднестатистически? Имеется в виду, что типа сейчас я поспал 6, а в следующий раз 10. Ну, там в одну ночь 8, в другую 6, а в среднем ты 7 и вроде нормально. Да, поняла. Ну, вообще, да, на самом деле важнее среднее арифметическое. То есть, если человек когда-то поспал меньше, когда-то больше, то это может компенсировать вред здоровью. Но вообще самый здоровый вариант – это спать примерно одинаковое время каждый раз. Это более здоровый вариант. Так, сейчас я сначала туда подойду, конец зала. Спасибо за лекцию. У меня несколько вопросов. Несколько – это четыре. Два таких больше теоретических, два практических. Теоретически. Вы уже сказали, что исследование сна на основании данных с фитнес-браслетов, по крайней мере, в положении к фазам сна, бессмысленное. А есть ли исследования или их невозможно провести, потому что, допустим, данных не дают или они очень неточные, насчет хотя бы продолжительности сна? То есть, сколько люди в среднем спят? Потому что опрос – это одно. Сколько вы спите? Может, они там фантазировали, хотят быть хорошими. Опрашиваемыми людьми. И поэтому говорят, что я – восемь. Или я меньше, но я очень продуктивный. То есть, можно ли использовать данные с фитнес-трекеров хотя бы для того, чтобы исследовать фактическую продолжительность сна? Да. Можно оценивать, но скорее даже не продолжительность сна. Ведь все-таки мы не можем оценить фазу, когда изменилась мозговая активность. Но мы можем оценить активность повседневно. Есть даже такие приборы. Они называются актиграфы. То есть, это такой фитнес-браслет на минималках. Он чисто оценивает, когда человек двигается, когда находится в постели. И вот благодаря фитнес-браслетам или актиграфам таким мы можем оценить, сколько человек находится в постели реально, сколько он крутился, вертелся в постели, ну не спя, или сколько он двигался вообще. Понятно. Спасибо. Следующий вопрос. Вы сказали, что подушечки, которыми обложиться, это удобно, супер. Если нравится, то так и спите. Я хотела спросить насчет детских игрушек. По крайней мере, в западной культуре, условно западной, есть практика того, что детям дают мягкие игрушки, чтобы с ними спать. Это как-то обусловлено биологически, что детям нужно кого-то обнимать или к чему-то прижиматься, или это больше какой-то социальный конструкт? Возможно, социальный конструкт, ведь какие-то дети с игрушками не спят вообще. Но я думаю, что это имеет какую-то биологическую основу. Мне почему-то вспоминается этот эксперимент с обезьянкой несчастной, психологически, когда детеныша обезьяна либо к железной кормилке какой-то холодной приближали, либо к пушистой такой штучке, но которая его не кормила. И обезьяна предпочитала именно пушистую штучку обнимать, хоть там не было еды, вместо того, чтобы обнимать всю эту холодную, которая ее кормила. Спасибо. Следующий вопрос. Первый из двух таких прикладных. Я очень плохо сплю в поезде. Причем сидя, если в какой-нибудь сапсанчике, нормально там три часа подремать, а если это ночной поезд, то это просто вообще. Я еще неделю в себя прихожу. Это какие-то мои заскоки. Я больше обращаю внимание на храб соседей или подвижность тела, когда человек пытается спать, как-то действительно связана с качеством сна. Ну вообще многие люди говорят, что им нравится спать в поезде, потому что в поезде вот это качание, наоборот, обладает укачивающим эффектом, то есть это реально рабочий эффект. Детей не просто так укачивают, это действительно работает. Успокаивает ритмичный шум колес. То есть большинство людей реально в поезде хорошо спят. То есть здесь нужно подумать, что вам мешает. Во-первых, может быть, это психологическая, опять составляющая, какие-то мысли тревожные, это мысли о том, что вы опять неделю будете восстанавливаться или, например, мысли о том, что сейчас кто-нибудь там из-под вашей койки умыкнет чемодан ваш с ноутбуком. Здесь нужно разобраться, может быть, вам нужно, например, в купе спать или еще над чем-то поработать. А может, действительно, храб соседей мешает и там мелькащут эти фонари за окном, и вам нужен тогда беруши, маску. То есть это все индивидуально, вам стоит сесть, подумать и как решить эту проблему можно. Хорошо, спасибо. И последний вопрос, тоже такой прикладной. Опять же, я не только плохо сплю в поезде, но еще и работать мне комфортнее ближе к ночному сну. Это не всегда совпадает с режимом работы, если я работаю в офисе, но если я работаю удаленно, то я днем там занимаюсь своими делами, гуляю, а вечером сажусь работать. Это скорее как-то обусловлено социально, я просто, допустим, привыкла чем-то заниматься по вечерам, ночам со студенческих времен, или это все-таки как-то биологически может быть обусловлено, что в разное время суток выше продуктивность? Это и социально, и биологически. Во-первых, как я говорила, для молодых более типично бодрствовать в вечернее и в ночное время. Вы все-таки в категорию молодых людей входите, в молодых особей биологически. Во-вторых, это тоже социально вполне, действительно, это дело привычки. То есть можно переучиться при желании, но, опять же, зависит от того, есть ли желание, есть ли потребность. Может быть, вам ок в таком режиме жить. То есть когда я начну приходить радостно в офис без пяти девять, если работать с девяти, садиться очень продуктивно работать в первую половину дня, видимо, я постарела. Да, если вам это будет нравиться, вам будет это комфортно, это может быть и социально связано тоже, потому что если это суперклевая работа, вы будете реально на нее бежать, несмотря на все свои биологические ритмы, потому что здесь играет роль еще и ваша мотивация внутренняя. Хорошо, спасибо большое. Пожалуйста. Здравствуйте, вопрос следующий. Я хотела бы узнать, что представляет из себя сонный паралич. Сонный паралич, паралич сна, по-другому это еще называется, это когда человек просыпается в фазу быстрого сна. В фазу быстрого сна у нас парализуют все мышцы. Это довольно хороший механизм природы, такая смирительная рубашка, которая не дает человеку навредить самому, если он видит какие-то яркие сновидения, чтобы он как-то не дергался во сне. Но иногда люди могут проснуться, у них чуть-чуть что-то сбилось в ритме, и вот у них еще мышцы не разблокировались, но сознание вполне проснулось. И многие люди это описывают как какой-то мистический опыт, потому что из-за того, что у них скованность грудной клетки, мышцы дыхательные тоже частично парализованы, они чувствуют, как будто им давит на грудь какое-то существо, кто-то сидит у них на груди. Часто это сопровождается галлюцинациями пробуждения, поэтому человек может реально увидеть черта или как-нибудь кота у себя на груди, и человек не может двигаться, это довольно страшно. Но, к счастью, это не угрожающее жизненное состояние, поэтому мы обычно его не лечим, а если часто человека беспокоят, то предлагаем пойти к психологу, к психиатру, возможно, потому что это часто сопровождает тревожное, депрессивное расстройство. Ясно, спасибо. Если работаешь ночью, есть ли какой-то безопасный препарат, что-то пить, принимать, возможно, витамины, чтобы повышать работоспособность ночью, кроме кофе, потому что пить бесконечный кофе нельзя. Опять же, потому что в какой-то момент просто падаешь, засыпаешь. Вот такой у меня вопрос. Ну, вообще, обычно, если человек выспался днем, перед ночной работой, то он не нуждается в каких-то стимуляторах, он вполне может работать достаточно время. Другой вопрос есть, например, вам нужно работать сутки. Да, вы, например, днем не поспали, и вам еще ночь нужно работать. Тут, конечно, оптимальный вариант именно использовать кофе перед коротким перерывом, чтобы поспать. Обычно работники такие сменные как-то договариваются, чтобы у них хотя бы несколько часов сна было. Это хорошо помогает справиться с усталостью. Также можно использовать эти все нейрофизиологические штучки. Например, включать яркий свет, музыку. Это тоже помогает стимулировать мозг, чтобы не заснуть. Есть исследование интересное, которое говорит, что если вы жуете мятную жвачку, то это как-то помогает стимулировать тоже рецепторы, мозг. Возможно, такой способ вам поможет. Также можно использовать разминку определенные упражнения, если у вас, например, сидячая работа, и вы засыпаете во время нее. То есть именно препаратов, волшебные таблеточки, к сожалению, нет. Нет, ну есть, конечно, волшебные всякие стимуляторы. Но, во-первых, они многие запрещены у нас в России. А таких я не спрашиваю. А вот другие, которые говорят, вот типа ноутропа, мы улучшим работу вашего мозга, они, к сожалению, обычно просто маркетинговый ход и реальным эффектом не обладают. Спасибо. Пожалуйста. У меня теоретический вопрос. В начале 90-х годов было исследование, которое было направлено на то, что действительно сколько человеку надо выспаться, если его никуда не надо там бежать, и не в нее социальных обязательств. То есть в камеру, где нет окон, помещали людей, давали еду по их звонку, когда они хотят, и они спали, когда хотят. И вот установили, что каждый день человек засыпал на один час позже предыдущего дня. Ну, была такая гипотеза, что когда-то Земля выращалась не 24 часа, а 25 часов, это у нас осталось в генах вокруг Солнца. Что сейчас современная сонология по этому поводу? А, собственно говоря, с того момента и не было новых исследований. То есть были такие классные ребята, которые сонологией, с интересом занимались. Это как раз в 80-е, в 90-е исследовали эти ритмы сна. У них были действительно классные исследования. Там даже не комната была, прямо они в пещеру куда-то опускались. Там абсолютно у них не было ни часов, ни какого-то воздействия внешнего света. И действительно у них ритм сна сбивался. Ну и пока объяснение этому не обнаружено. Возможно, это как-то генетически обусловлено тем, что, например, эти люди были склонны к тому, чтобы у них возник нерегулярный ритм сна, потому что некоторые люди к такому склонны. Или, например, совы позже засыпают. Возможно, это что-то генетическое, но пока нет таких достоверных подтверждений к тому, чтобы это было генетически связано с тем, что планета наша медленнее вращалась. И вращалась ли она вообще? Это надо геологов, наверное, спрашивать. Вращалась ли она вообще более медленно? То есть пока объяснений нет, но это интересно было. Второй вопрос у меня по поводу вещих снов, которые все-таки иногда бывают. Я не знаю, у меня бывали такие случаи. Ну и как в литературе считаешься такие. Что вот наука по этому поводу? Считается, что это работает ваша интуиция, что мозг во сне перерабатывает огромную базу данных, и вы те моменты, на которые не обращали в жизни внимания, на какие-то микроскопические знаки, их мозг обработал и преподнес вам как такой опыт, который у вас может быть. И так случилось, что это событие действительно произошло, и поскольку это довольно яркое ощущение, когда что-то, то, что было во сне, случается в жизни, вы это ярко запомнили. И сейчас ученые именно так объясняют существование вещих снов, которые предопределяют будущее, предупреждают о том, что может случиться. По поводу вращения Земли, Земля раньше, наоборот, не медленнее вращалась, а быстрее. То есть 66 миллионов лет назад, когда динозавры были, длина дня была 23 часа 30 минут примерно. И в году было 372 дня. С возрастом появляется такая проблема, что человек ночью просыпается, и потом не может заснуть. Такие советы даже читала, что можно поесть что-нибудь. Вот что дочь, если проснулся, вышивать садится? Да, вот как я говорила, если человек не может заснуть за 15 минут, это касается и ночных пробуждений. Если они есть, человек за 15 минут заснуть не может, то тогда ему стоит заняться как раз вышиванием. Можно поесть, если он голод испытывает. Почему нет? Голодному человеку часто бывает сложно заснуть. Попить чаю. Тут влияние кофеина не так значительно будет. К тому же можно выпить, например, какой-нибудь травяной чай, который не будет сильно стимулировать. И когда почувствует человек сонливость лечь спать, а если это раннее пробуждение, например, в 5 утра, то тогда продолжить бодрствовать и ложиться вечером уже в привычное время. Скорее всего, сон нормализуется. Если же это происходит из раза в раз, довольно часто ранние пробуждения, человек уже не может заснуть, и человек из-за этого плохо себя чувствует, что важно, то тогда нужно обратиться к врачу. А если это, например, с возрастом произошло, что человек рано просыпается и рано ложится, то, возможно, это возрастная выработка мелатонина влияет. И просто можно использовать добавки с мелатонином, например, при нарушениях сна после 50-55 лет. Мы их обычно используем. Вопросы? У меня такой вопрос. Вот на протяжении истории человечества вот такой сон, как сейчас принято в индустриальную эпоху, было и введено как норма, он не практиковался. То есть на протяжении, скажем так, тысячелетий всегда был кто-то, кто дежурил у костра сначала. Потом там были разные религиозные обряды. Например, в эпоху Средневековья они там практиковали прерывистый сон, потому что они там вставали молиться, еще что-то. То есть если посмотреть вот так, но я сейчас конкретных примеров не могу привести, но если посмотрите историю, то это очевидно, что так было. То есть на протяжении огромных периодов истории люди массу практиковали именно скорее полифазный сон, то есть сиесты там, и это было отменено именно с развитием, с индустриализацией, потому что просто людей загнали в режим работы фабрик. И встает такой вопрос, а нормально ли это? И вот вы говорите, те, кто спят днем, они имеют преимущество в плане, у них там меньше болезней всяких соматических. Нормально ли это? Может быть, мы зря подстраиваемся, может быть, нам надо что-то радикально поменять, действительно вернуться к какому-то полифазному сну массово, потому что это сформировалось, вот эта принудивовка спать 8 часов, вставать и идти по гудку на фабрику, именно когда возникло массовое индустриальное производство. Смотрите, во-первых, я читала про такое, но поскольку я не историк, я не могу отделить это. Правда вообще, мне кажется, немножко сомнительно, что большие массы людей бодрствовали ночь. Например, я читала, что якобы в Средневековье, или, может быть, действительно в Средневековье люди просыпались ночью, делали какие-то свои дела. Но это кажется не совсем логично, потому что ведь это означало, что они должны тратить свечи, какую-то там лучину, чтобы пробуждаться. Смотрите, как бы в холодном климате, я не знаю, как там в Африке люди жили, но у нас развитие цивилизации, оно все-таки даже в тех зонах, где она возникла раньше, все равно там холодно ночью, в пустыне холодно ночью, даже где-нибудь в Месопотамии, правда? И люди часто просто огонь, использование обогрева банально. Всегда был человек, который разводил огонь, чтобы другим тепло было. У них какое-то свое дежурство было, они вставали, что-то делали в это время. А если у нас, например, печку на ночь не растопить, вот условия нашего севера, вот в избе, да, не протопить на ночь, они за ночь вымерзнут, если будет 35 градусов. Не знаю. Я хотела бы высказаться как историк, магистр истории, я закончила высшую школу экономики, специализации историография. Недостаточно данных, чтобы говорить о повседневной жизни людей многие-многие-многие годы назад, столетия назад, тысячелетия назад, как у людей было принято. Данные для того, чтобы как-то реконструировать повседневную жизнь, у нас есть с нового времени, кое-как для средних веков, потому что мало было источников, то есть мемуары, например. Это больше характерно для 17-го, 18-го века и дальше. Об античности, как люди спали, мы можем судить по каким-то отдельным сохранившимся работам, трактатам, но нужно понимать, во-первых, что если это говорится о каком-то обществе, то есть как Геродот всех описывал, во-первых, он основывался на каких-то общих представлениях, на слухах, и что-то он сам домысливал. Это не соотносится с данными, которые получены в том числе благодаря археологии. А то, что сами грехи писали о себе, это тоже может быть не совсем правдой. В общем, говорить о том, как люди жили до 17-18 века, какова их была повседневная жизнь, не вполне корректно, а делать экстраполяцию на основании представлений о идеальном в том числе развитии общества тоже вполне огульно, я бы сказала. С одной стороны, вы правы абсолютно, а с другой стороны, как сказать, если совсем не правильно, что это было в главной жизни, то есть дети, это должны быть в южных регионах, которые... Ой, да, в южных регионах, если не говорить о северных, где печку топить надо, там банально в полдень такая жара, что это не функциональное время для работы. Да, если можно, давайте дискуссию продолжим в кулуарах. Передайте, пожалуйста, в микрофон девушке. Здравствуйте. У меня тоже три вопроса, но я быстренько. Блиц. Да, блиц. Первый — это насколько правильно или неправильно отсыпаться на выходных за всю неделю. Ну то есть, к примеру, всю неделю спать по пять часов, при условной норме десять часов, и потом приходить там в пятницу вечером, ложиться спать и просыпаться в субботу, там в четыре. Насколько это правильно? Это неправильно, потому что лучше нормальный режим сна, одинаковый каждый раз. Еще такой вопрос. К примеру, учеба идет с утра до вечера. Вечером приходишь, нет возможности лечь спать, и надо снова продолжать учить. Ну, к примеру, там в один день зачет, и к нему надо подготовиться, правильно ли сделать, к примеру, учить час, ложиться спать на 15 минут, снова просыпаться, учить час и вот так вот всю ночь, либо лучше просто не спать всю ночь, учить, потом прийти после учебы на следующий день и лечь спать. Тут сразу получается как бы два компонента, как стоит учиться. Если вы почувствовали усталость ночью, когда вы учитесь, то можно там сделать перерыв, немного поспать, возможно, это поможет. Что касается того, стоит ли ложиться спать после экзамена, то днем лучше это не делать. Помните, мы говорили, это не очень эффективный сон, поэтому лучше ложиться ночью, уже дотерпев до вечера. А сколько лучше по времени отдохнуть, когда чувствуешь, что надо спать, но при этом надо еще будет продолжить учить? Лучше небольшой период времени, 20-30 минут, потому что если проспите дольше, то может быть такое как бы сонное опьянение. Вы проснетесь и будете чувствовать себя очень сонно и будет тяжело проснуться. Спасибо. Еще один вопрос. Вот, к примеру, ты спишь, и во сне как будто бы понимаешь, что ты спишь, и пытаешься проснуться. Просыпаешься и просыпаешься снова в свой сон. В какой-то уже другой. Потом опять там снова понимаешь, что ты спишь, и попадаешь в такую петлю. И что это значит, и как вот из этого выходить? Видимо, вы попали в фильм «Начало». Возможно. Да, это интересный вопрос, как из этого выходить. Ну, обычно вас выведет из этого будильник, то есть в такую бесконечную петлю вы в любом случае не попадете. Что касается того, что это значит, честно говоря, не знаю. У нас нет каких-то трактований многих вариантов того, что снится. Возможно, это вопрос психологу, если это определенная ситуация. Если это какой-то тяжелый, кошмарный сон, то тем более стоит обратиться, потому что это может говорить о какой-то психологической проблеме, которую мозг пытается решить во сне. Спасибо большое. Ирина, спасибо большое за ваш доклад, за работу. У меня один вопрос по поводу сновидений. Иногда мы их запоминаем, когда просыпаемся, иногда мы совершенно о них ничего не помним. Что на это влияет, как мы можем на это повлиять, а если конкретнее, как не помнить свои сны? Спасибо. Насчет того, как не помнить свои сны, у нас мало вариантов на самом деле. Если это какие-то мучительные сны, кошмары. Обычно мы предлагаем бороться с психологической проблемой, которая это вызвала. Интересно ли вам, как вызывать сны? Потому что мы имеем какие-то методы. Избавиться только обычно мы рекомендуем какую-то психотерапию. Других вариантов у нас нет. Просто поменять качество снов, чтобы они так не беспокоились. Я заметила закономерность, что чем меньше спишь, тем меньше ты помнишь сны. Это похоже на правду? Не всегда это так. У некоторых по-другому работает. Поэтому вы можете свой индивидуальный метод поискать, который будет для вас работать. Давайте последний вопрос. Я еще хотела спросить. Целых два вопроса. Я не знаю один вопрос. Если можно, только коротко. Ладно. Один не знаю, корректный ли. Стоит ли вам задавать вообще. Это про животных. Мы взяли котей, собачек и всяких животных себе в домашних. А эти животные вообще-то являются ночными. Не мешаем ли мы на самом деле постоянно спать, постоянно туча с ними днем и переведя их в такой режим жизни? Вообще, на самом деле, тяжело сказать, что мы как-то можем управлять этими кошками, потому что они сами бодрствуют ночью, когда хотят. Знаю, говорят там про тущащих котов, которые... Да, да, да. То есть это известная история. И зоопсихологи предлагают разные варианты, как с этим может справиться человек. Но, как правило, они заключаются не в том, чтобы заставить кота спать ночью, а в том, чтобы коту оставить всякие развлечения на ночь, чтобы он не доставал хозяина. Поэтому мы не вредим котам, я думаю, тем, что мы их завели. И второй вопрос. Это про природу. Я была на даче, и говорят, что если быть на природе, то ваш сон улучшится. Я там действительно спала более стабильно, без резких скачков, но очень долго, по часов 12. То есть я долго реально спала, но при этом в целом. То есть я спала, да, как кошка, но долго. Но при этом действительно режим стабилизировался. Я засыпала и просыпалась примерно в одно и то же время и сильно бодро и активно себя чувствовала в то время, пока бодрствовала. Тут нельзя сказать, что то, что человек дольше спит на природе, связано именно с самой природой. Возможно, это связано с тем, что стрессы отсутствуют, и человек просто может позволить себе так много спать. Вероятнее всего так. Но вообще вот я уже выбрала, кому я вручу книги. Во-первых, я бы хотела вручить вам, потому что очень интересные вопросы. Держите. Кстати, про кошек. Кошки спят 70% в своей жизни. Так что спать, как кошка, это сложно. Да. Я могу, да, еще продолжать книги? Очень понравился ваш вопрос про 25 часов. На самом деле я не знаю, хотя я знаю, точнее, я не знаю, с чем это связано, хотя я знаю, что это точно есть, и мне хочется разобраться, почему так. 23 часа. 23 было, не 25. Не, не, не. У них, да, 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 человека как бы более длинный получается цикл, и вокруг этого было много таких теорий загора, что не прилетели ли мы с той планеты, которая крутится 25 часов. Вот. Я помню просто про это, и это реальный факт, но я не знаю, почему так произошло, и я вот как раз буду узнавать и разбираться. Чисто теоретически это может быть Марс, потому что там как раз день, вот примерно вот так, на час подольше. То есть Силан Маск нас хочет вернуть, получается, обратно. И мне еще очень понравился вопрос нашего историка, очень понравился про актиографию, точнее про то, как реально мы можем использовать фитнес-браслеты. Классный вопрос. Спасибо всем. Спасибо вам за то, что вы сегодня пришли. У меня небольшая статистика по нашей трансляции. Я поздавал вопросы про кто сколько спит. В трансляции почти половина людей, 45% ответили, что спят 6 часов или меньше. В 8 часов спят 40% и 15% ответили, что спят 7 часов. То есть большая часть либо не зависит, либо спят нормально, либо прямо реально мало. И 44% ответили, что они совы, спят в любом удобном графике примерно столько же, 42%, а жаворонок всего 15%. У нас отличается даже вот с результатами, которые здесь. Можно сделать вывод, что может быть просто маленькая выборка, или, например, она не рандомизирована. Ну, либо просто люди, которые приходят слушать лекции оффлайн, живут в другом графике, чем те, кто смотрит трансляции. Например. Так, в принципе, мы вроде бы совсем сегодня разобрались. Книжки вручили. Давайте поблагодарим Ирину за прекрасную лекцию. Спасибо вам за то, что вы сегодня пришли. Это была наша последняя лекция в уходящем году. Следующие лекции уже будут в январе. Надеюсь, что вы будете еще приходить. Подписывайтесь на каналы Инстаграм Ирины. Подписывайтесь на группу Курилки Гутенберга и на наш YouTube-канал. А также подписывайтесь на группу Меттех Москва. Здесь есть QR-коды, по которым вы можете также подписаться и отслеживать наше будущее мероприятие. На этом мы сегодня заканчиваем. Большое вам спасибо, что провели этот вечер с нами. И приходите еще. До свидания. Да, Ирине можно в куларном формате задавать вопросы, если какие-то еще остались. Спасибо.